Вернувшись с войны, российский контрактник убил собственную бабушку. Об этом в новом эпизоде подкаста «Привет, ты и на агент» рассказала сестра военного. Пробыв несколько месяцев на фронте, военный приехал домой с явными психическими отклонениями. Много пил и становился агрессивным. Когда родные пытались вытащить его из очередного запоя, он напал на бабушку с ножом. Подробности этой жуткой и показательной истории расскажет моя коллега Соня Гройсман. Соня присоединяется к нам в прямом эфире. Привет! Расскажи обстоятельства этого жуткого преступления. Да, Катя, привет! Мы об обстоятельствах всей этой истории знаем от сестры этого военного, двоюродной сестры, которая, слава богу, не была свидетелем всему произошедшему, но она общается с матерью этого контрактника, это ее родная тетя. И, соответственно, убитая приходится ей родной бабушкой. Это в целом изначально. Мы не ожидали ничего подобного, когда мы начали рассказывать истории женщин, чьи братья ушли воевать в Украину. То есть изначально для нас это была одна из трех историй, которые мы планировали рассказать про их социальный кризис, скажем так, про конфликт внутренний, в котором оказываются сегодня многие люди, когда, например, они сами выступают против войны, а их близкие эту войну поддерживают, не просто поддерживают на словах, но еще и готовы эту поддержку выражать, скажем так, своими действиями, не с дивана, а идти на эту войну. И эта история началась просто как история москвички, которая рассказывала о том, как ее двоюродный брат в небольшом российском городе, из которого она уехала в какой-то момент, а брат с тетей там остались, работы никакой в этом городе особо не было, и молодой человек работал всю жизнь на элеваторе, а у него были какие-то очень такие вот простые, ну, работы, да, на которых, в общем, которые были в этом городе. Он ничем, скажем так, по жизни не занимался, и в какой-то момент он увидел, что многие его знакомые идут воевать в Украину. И он рассказал об этом своей сестре в духе, «А чего? Мои пацаны идут, и я тоже пойду, а то мне здесь скучно, у нас здесь особо в нашем городе нечем заняться». И сестра очень долго пыталась его переубедить, но, к сожалению, там, находясь в Москве, да, что она могла сделать для того, чтобы ее брат туда не пошел? Она буквально говорила своей тете сломать ему ноги, чтобы он туда не уходил. В итоге брат все-таки туда пошел, это произошло прошлым летом, и он совершенно не ожидал того, что он там увидит. И где-то осенью он стал возвращаться, скажем так, со своей какой-то рефлексией над тем, что он увидел о ней, и говорил, что он совершенно ничего подобного не ожидал. В какой-то момент брат пропал и нашелся, в конце концов, в госпитале в Крыму. Оказалось, что они с группой, в которой он находился, попали под обстрел, под Херсоном, если я правильно понимаю. И в результате этого обстрела вся группа, кроме трех человек, погибли, а сам этот контрактник получил очень тяжелые ранения, контузии, переломки и так далее. И, оказавшись в больнице, у него стали проявляться, когда он оказался в больнице, у него стали проявляться первые, скажем так, симптомы ПТСР, которые ему никто не диагностировал. Это исключительно стало отмечать его сестра. Он рассказал, что он кричит во сне, что ему снятся кошмары, что он постоянно живет вот в этой, скажем так, жизни. И он очень хотел уволиться со службы. Но после объявления мобилизации, его контракт, который был изначально полугодовым и истекал прошлой осенью, стал бессрочным. И он понял, что несмотря на то, что он фактически инвалид и еле ходит, ему нужно вернуться обратно в часть. И, как я понимаю, это его убило во многом. Потому что он искренне надеялся, что это все для него закончится. Это я сейчас пересказываю, да, то, что нам рассказывала его сестра. В конце концов, он вернулся в часть, и только потом стало известно, что там он напал на сослуживца. И после этого его просто пстили домой. Да. И дома он... Ничего не сказав родственникам о том, что он применяет грехи. Да, да, да. И, насколько я понимаю, он много пил, да, и в состоянии как раз алкогольного опьянения он свою бабушку и убил. Есть ли у тебя ощущения или информация о том, что этому делу будет дан какой-то ход, что... И где он вообще находится? Задержали ли его? Да, это произошло весной, после того, как у него стали проявляться довольно серьезные, скажем так, симптомы агрессии, которых не было до этого. Он стал пить, чего за ним не наблюдалось. До войны таким образом он пытался справиться с, видимо, всеми поствоенными синдромами. И в один момент он пил уже третий день. Это было весной. Мы специально знаем дату, мы знаем, когда это все происходило, но мы просто не раскрываем, поскольку героиня находится все еще в России. И вот, скажем так, в состоянии белой горячки мать пришла его проведать. Сначала он напал на свою мать, которая пыталась у него отобрать водку и нанес ей очень серьезные удары, физические повреждения. У нее было зафиксировано сотрясение мозга, сломано ключица, нос. И после этого матери удалось сбежать от него. И она пыталась спрятаться у своей матери, у бабушки. И во время того, как они там находились, брат, ее сын, внук пришел туда, стал стучаться, бабушка его пустила. И молодой человек в состоянии алкогольного опьянения напал на бабушку и нанес ей удары ножом. В общем, несколько ударов. После этого, в общем, было заведено уголовное дело, которым занимался гарнизонный суд изначально. И дело было возбуждено об умышленном убийстве, плюс против этого контрактника было возбуждено дело о дезертирстве. Но после экспертизы, которая была проведена, психологическая экспертиза, его признали невменяемым. Мать его стала его опекуном. И он из СИЗО, где он дважды пытался покончить с собой, был переведен в психиатрическую больницу. И, видимо, на этом все закончится, потому что дело закрыто. И я упустила важную очень деталь, мне кажется, которая в этом важна, Кать. В том, что мать в момент, когда она стала бояться своего сына и чувствовать от него агрессию, она позвонила на горячую линию Министерства обороны и рассказала, в общем, о том, что происходит, попросила о помощи. И ей сказали ждать, сказали, что перезвонят. И перезвонили только через две недели, когда было уже поздно. Да, это, я сейчас повторю, очень показательная история. Слушайте подкаст «Привет, ты иный агент». Соня Гройсман, журналистка, моя коллега, бывшая сотрудница «Дождя» и, надеюсь, будущее в эфире. Спасибо!